Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный маковый рулет. Тесто у него получается просто как пух, а начинка очень сочная и вкусная. Такой рулет можно подать как на пасхальный стол, так и просто приготовить для семейного чаепития. Все продукты для теста обязательно должны быть комнатной температуры, а молоко нужно подогреть до теплого состояния. В миску вливаем 250 г молока, добавляем 1 столовую ложку сахара из общего количества и 21 г свежих дрожжей. Также можно использовать и сухие, только в 3 раза меньше, то есть 7 г. Хорошо все перемешиваем, чтобы дрожжи немного разошлись и всыпаем несколько столовых ложек муки из общего количества. Снова перемешиваем. Я всегда использую одни и те же дрожжи, они проверенные и всегда работают. Вот на поверхности уже даже пузырьки появляются, но все равно я прикрою смесь сверху и оставлю на 10 минут, чтобы сверху образовалась пенная шапка. 10 минут у меня уже прошло и посмотрите, как хорошо начали пениться дрожжи. Это означает, что дрожжи активные и они хорошо поднимут тесто. Если у вас такой пенки не появилось, значит дрожжи плохие. Нужно использовать другие. Всыпаем сюда оставшийся сахар. Всего понадобится 130 г. Добавляем чайную ложку ванильного сахара, пол чайной ложки соли, разбиваем одно среднее яйцо и добавляем один белок от яйца. Желток будем использовать для смазывания. Сверху его обязательно прикройте, чтобы не заветрился. Немного все перемешиваем, затем частями подсыпаем муку и начинаем замешивать тесто. Конечно, любое тесто можно замешать как вручную, так и с помощью миксера. Сегодня я буду вымешивать руками. Добавляю часть муки и перемешиваю лопаткой, пока тесто еще слишком жидкое. Когда оно станет погуще, снова добавляю часть муки, перекладываю тесто на стол и вымешиваю уже руками. Муку нужно добавлять до тех пор, пока оно не начнет держать свою форму. Однородности добиваться не нужно, оно просто должно хорошо держаться комочком. У меня обычно уходит 550 г муки. 80 г сливочного масла я заранее нарезала на кусочки. Теперь беру по одному и вмешиваю в тесто. Следующий кусочек добавляю только после того, как вмешается предыдущий. Сразу тесто начнет расползаться, но буквально через одну-две минутки оно снова будет становиться гладким и однородным. На самом деле это совсем несложно, нужно просто приложить немного усилий и терпения. С каждым кусочком масла тесто будет становиться более приятным на ощупь, податливым и не липнущим к рукам. Как видите, тесто у меня не расползается по столу, оно хорошо держит свою форму, просто становится чуть более мягким. Поэтому муку я не подсыпаю, просто продолжаю его вымешивать. После того, как добавлено все масло, я вымешиваю еще буквально несколько минут, чтобы оно стало полностью однородным и гладким. В тесте очень хорошо развивается клейковина, если вымешивать вот такими скручивающими движениями или отбивать об стол. На весь замес у меня уходит около 10 минут. Если будете вымешивать миксером, то времени понадобится приблизительно столько же. Вот смотрите, какое в итоге хорошее тесто получилось. Оно очень мягенькое, живое, совершенно не липнет к рукам и очень эластичное. Как я сказала, у меня ушло 550 грамм муки. Подкатываем тесто в шарик и перекладываем в миску, смазанную небольшим количеством растительного масла. Сверху нужно обязательно прикрыть влажным полотенцем, либо обычной пищевой пленкой и сделать отверстие. Оставляем его на расстойку в теплым месте до увеличения в объеме минимум в 2 раза. Обычно на это уходит около 1 часа. Пока тесто подходит, приготовим начинку. 200 грамм сухого мака пересыпаем в кастрюлю. Заливаем крутым кипятком так, чтобы он полностью покрывал весь мак. Хорошо все перемешиваем. Прикрываем сверху полотенцем и крышкой и оставляем минимум на 30 минут. Можно и дольше. У меня уже все готово. Посмотрите, как хорошо набух мак. Сейчас его нужно хорошо отжать с помощью плотной ткани. Я складываю марлю в несколько слоев. Для начинки я использую пополам сахар и мед по 50 грамм. Вы же можете использовать только сахар или только мед. Всыпаем сахар к маку. Добавляем 120 грамм молока и хорошо перемешиваем. Ставим на небольшой огонь и выпариваем всю влагу. Напоминаю, что точный список всех продуктов вы всегда можете найти в описании под видео и в конце каждого видео. Молока у меня уже практически нету. Можно снимать кастрюлю с огня. Вот он практически сухой стал. Добавляем сюда 20 грамм сливочного масла, 50 грамм меда и чайную ложку ванильного сахара. Тщательно все перемешиваем до однородного состояния и затем пробиваем блендером. Сразу может показаться, что масса становится более жидкой, но уже буквально через минутку мак начнет перемалываться и вся масса станет более плотной. Очень мне понравился такой вариант начинки, рекомендую попробовать и вам. Она получается одновременно сладенькой, сочной, хорошо держит свою форму, но при этом совсем не сухая и не рассыпается. Тесто у меня прекрасно подошло. Смотрите, какое воздушное. Хорошенечко его обминаем, чтобы рулет получился мелкопористым. Пальчиками растягиваем в прямоугольник и складываем конвертом. Сверху накрываем миской и оставляем отдохнуть на 15 минут. После отдыха тесто уже не будет сопротивляться при раскатке. Чуточку присыпаем его мукой и раскатываем в тонкий пласт. Мне больше нравится, когда слоев больше, поэтому я раскатываю довольно тонко. Как видите, тесто очень податливое и раскатывается легко. Размер получается приблизительно 50 на 38, но, конечно, плюс-минус сантиметр это не играет никакой роли. Распределяем по тесту 50 грамм мягкого сливочного масла. Если хотите, можете и больше добавить, но, как по мне, этого количества как раз хватает, чтобы рулет получился ароматным и вкусным. Далее распределяем всю начинку. Конечно, при желании в начинку вы можете добавить еще, например, какие-нибудь сухофрукты. Это может быть изюм или, например, курагам. Также можно добавить измельченные орехи. Будет тоже вкусно. Далее аккуратно начинаем скручивать тесто в рулет. На моем канале есть и другие очень хорошие дрожжевые и пасхальные рецепты. В описании под видео я оставлю ссылки на эти плейлисты. можете зайти, посмотреть и подобрать что-нибудь на свой вкус. Тщательно защипываем шов, чтобы рулет не разошелся. Переворачиваем швом вниз и защипываем края. Но, в принципе, этого можно и не делать. Перекладываем заготовку на противень, застеленный пергаментной бумагой. Я сегодня сделаю вот такую подкову. Также можно взять обычный широкий противень и просто положить длинным рулетом. Также можно разрезать его пополам. Рулету нужно дать расстояться еще один раз, поэтому накрываем его сверху и оставляем подойти. Это занимает приблизительно 30 минут. Рулет у меня уже подошел и хорошо увеличился в объеме. К желтку я добавила небольшое количество молока. Перемешиваю и смазываю поверхность рулета. Благодаря этому сверху будет блестящая румяная корочка. Также можно сделать вот такие разводы вилкой или даже сделать надрезы, чтобы выглядывала начинка. Попекаем рулет в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 30 минут. Последние 15 минут я допекаю под фольгой, чтобы не сильно зарумянивалась верхушка. Все рецепты на моем канале в режиме вверх-вниз без конвекции. У меня уже все готово. Обязательно проверяем в центре. Шпажка должна выходить полностью сухой и чистой. Он получается очень румяным и супер пышным. Больше, чем моя рука. И мягенький весь. Оставляем ненадолго остыть и можно угощаться. Если будете готовить, то обязательно присылайте свои фотоотчеты в мою группу ВКонтакте или в Инстаграм. Ссылки на все свои соцсети я всегда оставляю в описании под каждым видео. Конечно, на просторах интернета вы можете найти абсолютно разные рецепты маковых рулетов, но приготовив по моему рецептам, вы останетесь довольны результатом на все 100%. Рулет получается просто идеальный по всем параметрам. Тесто у него просто как пушиночка, оно очень ароматное, сливочное, мягкое и нежное. Но такое большое количество сладкой, сочной маковой начинки делают рулет поистине очень праздничным угощением. На пасхальном столе он улетит буквально за считанные минуты. Я вам это гарантирую. Хотя, как вы увидели, готовится он совсем несложно, довольно быстро, поэтому такую выпечку можно готовить и просто в будние дни для семейного чаепития. По сладости он получается как раз умеренно сладким, поэтому я бы не стала ничего менять. Но, конечно, все сладкоежки могут добавить побольше сахара в начинку. И, кстати, рулет получается совсем не сухим. Тесто довольно влажненькое, плюс вот эта сочная маковая начинка. В общем, очень вкусно. А еще по этому рецепту вы можете приготовить маковые булочки. После того, как скрутили в рулет, просто разрежьте его на кусочки, переложите на противень и получатся замечательные булочки с маком. Они тоже прекрасно подойдут на пасхальный стол. Ну а если захотите сделать рецепт еще более праздничным, то вы можете приготовить сливочную помадку или сахарную глазурь. Украсить булочки рулет сверху и будет выглядеть тоже очень красиво. Также хочу обратить внимание, что рулет очень долго сохраняет свою свежесть и совсем не черствеет. Его можно даже замораживать. Буду очень рада, если такой рецепт приживется и в ваших семьях. Ммм, какой мягенький. Просто тает во рту. Да, реально, даже запивать не хочется ничем. Смотри, какой мягенький. Я бы даже сказала, что оно как будто пропитывается вот этой маковой начинкой. Прям такой сочный. Надеюсь, что вам такой рецепт тоже понравится, поэтому обязательно готовьте и пробуйте. А на сегодня у меня все. Желаю всем приятного аппетита и жду вас в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok